В магазинах Крыма уже не найти украинскую молочную продукцию. Спустя два с половиной месяца после начала гражданской блокады полуострова, проукраинскими активистами имиджлиса крымско-татарского народа, торговые сети Крыма, а также мелкие магазины были вынуждены переориентироваться на продукцию российских производителей. Так, в симферопольских магазинах уже не найти молоко, масло, кефир, творог и другую молочную продукцию, на этикетке которой была бы написана «Страна-производитель – Украина». Теперь только российская. Однако дефицита ассортимента нет. Полки в магазинах заполнены, ассортимент на любой вкус. Только вот цены кусаются, рассказывают симферопольцы. Крымчане говорят за украинскими товарами, в частности молочными, скучают и стоимость российских бьет по карману. Хватает нам российских, хватает. Не страдаем, все есть, ничего не исчезло с прилавок, все есть. Меня устраивает, самое главное лишь бы был покой, тишина и войны не было. Здесь наших хватает, мне хватает лично, я одна, у меня никого нету. Ну, тяжеловато мне, пенсионерка, тяжеловато мне лично, я одна. Вы знаете, я бы не сказала, я и не чувствую недостатка, потому что продукты шли заводские, а я, например, я их не кушаю, потому что в них много консервантов, красителей. Так, ну вот недостатка мы не ощущали, нехватки молочного, сколько хочешь. Сосед приехал из Москвы, говорит, в полтора раза дороже, чем в Москве. Однако абсолютно другую информацию на радио «Крымреали» рассказал экономический эксперт благотворительного фонда «Майдан закордонных справ» Юрий Смелянский. Он уверен, что поставщики нашли способ обходить блокаду, либо возят через территорию России, потом паромом, либо находят совсем необычные пути доставки груза. Зато сегодня грузится баржа, буксир вытягивает ее в какую-то там точку в море, приходит, буксир отцепляет, буксир приходит со стороны Крыма, цепляет, привозит. Полностью заменить, конечно, сухопутную поставку не сможет, но в каком-то объеме проблема снимается. Не на камеру крымчане признаются, когда есть время, стараются искать украинские товары. Чтобы их обнаружить, нужно постараться. В среднем все-таки для покупки одной бутылки украинского молока нужно обойти не менее пяти торговых точек. Также отмечают, что стремительный рост цен прекратился. Однако минимальное удорожание обнаруживается после каждого очередного похода в магазин. Говорят, это уже не удивляет.